КФУ Грифоны все-таки пробились в финал восьми студенческой баскетбольной лиги России. У большинства болельщиков изначально не было в этом сомнений. Однако, как показала трехматчевая дуэль с командой Уральского государственного университета, в баскетболе делать планы можно лишь после финального свистка. Хроника спортивного триллера в нашем следующем видеоматериале. Класс симферопольских КФУ Грифонов заметно выше, чем у коллег из Уральского госуниверситета. Однако, события первого поединка наглядно показали. В хороший день даже аутсайдер может дать решительный бой. Не случайно крымчане выиграли всего 85-78. Закончат начатое должны были на домашней арене, однако гости с таким сценарием были не согласны. Эффективный розыгрыш изоляции, качественный трехочковый и цепкая защита. Вот слагаемые того, что подавляющее большинство времени матча в лидерах был коллектив из Екатеринбурга. Сидит, когда в голове этот недооцен, чертик сидит, да успеем выиграть, да Захоженко забьет, да забьет Крушельницкий. А тут то же самое думает, в конце раз свисток финальный. Парадоксально, что концовка этой встречи получилась многосерийной. Характер Грифонов помог им в самый нужный момент. На последних секундах игрок гостей промахивается два штрафных подряд, симферопольцы рвутся в атаку, и лидер нападения крымчан Владислав Крушельницкий тоже получает право исполнить судейский приговор. Стартовый овертайм плавно перешел во второй, и там грифоны опять спаслись на последних секундах. На этот раз облегченно выдохнуть заполненный спортзал медакадемии КФУ заставил Олег Захоженко. Тем не менее, гости все же сумели дожать неуступчивых крымчан. В третьем овертайме команды больше промахивались, чем забивали, но точнее все равно были баскетболисты Уральского госуниверситета. 103-97. Мы недооценивали соперника, они собрались, молодцы, никаких вопросов, но мы поняли, что нужно дай бой, какие бы они ни были, нужно отыграть сегодня на всю, и чтобы со спокойной душой уже идти дальше. Сутки отдыха позволили грифонам сделать правильные выводы, и на этот раз они, захватив лидерство с первых минут, не расставались с ним до финального свистка. Перестроили игру, саму игру. Мы начали играть с поля, мы выставили 4-5 игроков, которые играют в поле. У нас не было центра, как говорится в таком случае. Мы разобрали защиту, как с ними играть, разобрали нападение. Ну и еще у Олега Захоженко пошел бросок, он 46 очков принес. 46 очков это много, это хорошо. Отрадно, что командный порыв лидеров поддержали и новички. Атакующий защитник Роберт Батков стал настоящим открытием этого поединка. Несколько трехочковых от школьника, перехвата и даже блокшот. Такой набор полезных действий он сумел сделать в отведенное тренером время. Стараюсь пробиваться в команде. Нас очень много, и те, кто играет первый год в команде, 5 человек. Конкуренция очень тяжелая. Стараюсь как-то пробиваться. Итог третьего матча 106-81 в пользу Грифонов. Очередной выход в решающий раунд турнира – это показатель системной перезагрузки студенческого баскетбола. Ребята, и вы видели по игре, выкладываются постоянно. Это вот за период, считайте, январь-февраль они сыграли 40 матчей. По сути, они играют в трех чемпионатах. На самом деле, это большая нагрузка на ребят. Ну, мы всячески пытаемся их поддержать. Сегодня это была на поле команда, с которой присутствовал командный дух, с которым можно идти дальше в разведку и за большими достижениями. Теперь последний шаг. Финал восьми в Ставрополе. Он пройдет с 4 по 6 марта. Это все новости к данному часу. Пусть вам во всех делах сопутствует спортивная удача. Будьте здоровы и выходя из дома, не забывайте надевать медицинскую маску. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин